Девушки отдыхают Сегодня 17 мая, день в Норвегии, так сказать, главный праздник, наверное, здесь, наряду с Рождеством и Новым Годом И я решил вам попробовать одним дублем снять, по-моему, я даже обещал это сделать То, что происходит, наверное, надо сделать пошире, вот так вот, камеру Вот, на самом деле я уже пришел достаточно поздно, поэтому людей стало намного меньше Но все равно вы можете видеть множество людей в национальных одеждах Окей, может быть, не именно сейчас, а не именно тут Но все же давайте попробуем пройтись один квартал вверх и посмотрим, что из себя представляет День Норвегии А потом я сверну куда-нибудь на более мелкую улочку и расскажу вам что-нибудь еще Расскажу вам что-нибудь еще, в частности, расскажу вам об одной идее, которую я еще не реализовал И я бы хотел услышать ваше мнение насчет этой идеи, насколько она кажется вам интересной, насколько она кажется вам достойной реализации и так далее Но об идее позже, а сейчас пока что давайте просто прогуляемся до парламента Это примерно 5 зданий вперед Посмотрим, что у нас тут происходит И, может быть, вы сможете почувствовать себя немножко, немножко, не знаю Как будто мы гуляем вместе или немножко в Осло А если вы не в Осло, вдруг, если вы не гуляете сегодня А вы должны быть А вы должны быть после и гуляете сегодня, понимаете Наверное, большая часть видео на сегодня будет без комментариев По крайней мере, та часть, где я дохожу до этих слов «класс» Вот, я буду лишь... Я бы хотел вам рассказать более подробно о сегодняшнем дне Но я могу сказать только, что каждый год Это огромный праздник с кучей народу Люди собираются, каждый делает что-то свое Все стремятся одевать вот эти национальные костюмы Выпускники одевают свои выпускные костюмы Такие красные и синие полностью В зависимости от того, откуда они выпустились Вот Ну, в общем, народ, скажем так, празднует открытие лета Сегодня у нас 21 градус Светит солнце Я уже одет просто в рубашке, как вы видели И даже ночью, вот вчерашней ночью я гулял с огромным удовольствием Было тепло Вчера, можно сказать, была первая ночь, когда было тепло Из чего прям вот тепло-тепло То есть можно действительно в одной майке гулять ночью И я подозреваю, что сегодня будет примерно так же Правда, на завтра обещаю дождь Но мне кажется, этого не будет Потому что посмотрите на это небо Какой дождь завтра Че мы вообще А, ну да И я могу рассказать еще что-то вам Мы сейчас идем по Почему-то вот решили на этот праздник поставить ужасные заборы Их тут никогда нет Ну да ладно Мы идем по Карлу Йохан Карла Йохана улице Это центральная туристическая улица, собственно Может быть, для кого-то она банальная Но, тем не менее Вот здесь все сконцентрированы всякие магазинчики Ресторанчики, кафешки, клубы Гостиницы И вот там в конце площадь с парламентом И там Эйцфол Пласс Где проходят всякие мероприятия Митинги и так далее Не знаю, слышно ли вам Музыку Везде Есть Наверное, три категории Есть национальная норвежская музыка Сейчас где-то играет Такая, скажем Или Есть не национальная норвежская Просто Там современная Какая-то такая Веселая Танцевальная Вот А есть Всякие Уличные Артисты, скажем так Музыканты Которые Играют то, что могут Давайте скажем так Давайте назовем это так Также для студентов Выпускников Сегодня Дополнительные квесты У них всегда При выпуске Они делают друг для друга Задачки Придумывают Могут быть Очень разной степени Странности Сложности И так далее Может быть Что-то Очень Очень Сложное И даже Очень Маловероятно Выполнимое Что-то Веселое Что-то Из ряда вон выходящее И так далее Например Вчера Вот ночью Я видел Найкер Бригги Как раз таки Размещали Маленькие деревца С флажками Я подозреваю Что Это будет тоже Задание Или уже было Задание То ли Найти их Может быть Сфоткаться С ними Может быть Собрать Максимальное Количество Или что-то Подобное Или это были Просто метки Ну Я не знаю Так как у меня нет Знакомых выпускников У кого спросить Что бы это могло значить Опять же Они могут не знать Потому что Это может быть Другое заведение Да Из которого Они выпустились И другой квест От другой команды Вот Но мне рассказывали Некоторые примеры Наверное Это немножко За пределами Этого видео Но если вам Интересно Вы Всегда можете Загуглить Что такое Во-первых Что такое РУС РУС Это у них Называется так Выпускной Вот Они и так же Делают автобусы Наверное Вы Может быть Слышали Я уже говорил И даже вам показывал В предыдущих Одном из предыдущих Двух предыдущих Видео Этот автобус Припаркованный На котором Они ездят Начиная с выпускного Который был Когда он был Месяц назад Где-то И Заканчивая Вот Вплоть до Текущего момента Все еще Я иногда слышу Что и вижу Эти автобусы Что они до сих пор Используются И Соответственно Студенты Некоторые Все еще Ходят В этих выпускных Своих Нарядах Сейчас конечно Среди Традиционных Норвежских Костюмов Сложно заметить Но Если вы Увидите Кого-то Чисто В Красном Или синим То это Вот как раз Тот случай Или я вам Попробую Подсказать Если А тут Кришна Похоже Естественно Все Переполнило Людьми И чем мы Ближе Подходим К парламенту Чем больше Людей Совершенно Мне непонятно Почему-то Они любят Во время Массовых Мероприятий Разделять Народ Вот этими Заборами В частности Когда марафоны Проходят Они ставят Их Ну Еще мне понятно Что эти заборы Нужны для того Что если Там белопробег Или Какой-то Такой Пробег То это Нужно Для того Чтобы Марафонцы Имели Пространство Люди Могли На них Смотреть Но Конечно Зачем Ставить Эти заборы Во время Просто Уличных Гуляний Не знаю Наверное Есть Какой-то Какая-то Причина Повод Но При всем При этом Эти заборы Они начинаются Неоткуда И ведут В никуда То есть Они Не Разделяют Людей На На какие-то Улицы На какие-то Потоки Или Может быть Их задача Как раз Такие Состоит В том Чтобы Просто Разделять Людей На потоки Как-то Не важно На какие Не знаю Если вы Знаете В чем Прикол Этих Заборов Расскажите Мне Я Просто Так Не люблю Их Когда Их Куда-то Ставят И Их Обычно Здесь Нет Но Вот Сейчас Они Есть И Меня Это Раздражает Поэтому Может быть Есть Какое-то Рациональное Объяснение Но Я Найти Его Не Особо Могут Все В норвежских Флагах Как вы можете Видеть Кроме Национальных Нарядов День Флага Наверное Можно сказать Несмотря На то Что Как кажется Тут нет Дня Флага Но День Норвегии Может Кажется День Флага Потому Что Их Очень Очень Много Сюда Конечно Приезжают Ребята Из Разных Стран На сегодня Вот Мы Досли До Эйц Вол Пласс Вот Там Впереди Наверное Мы туда Не будем Тотаться Пробиваться Просто Пройдем Вперед И Повернем Направо Вот Говорят Что Этот День У Норвегов Начинается С Шампанского И Это Действительно Так Потому Что Я Еще Вчера Ночью Видел Как У кого-то Начинался Он После Нуля Шампанского И Сегодня Я Видел Людей Шампанским Ну В общем Да Это Такой День Тусовки Но При этом Тусовки Не В Каком-то Конкретном Клубе Бар Или Месте Или Ресторане А Вот Такой Всеобщей Народной Тусовки Можно Скать По Улицам По В любых местах Где Где вам Хочется По городу Вот Да Я думаю Что Вы Получили Возможность Посмотреть Примерно Как это Происходит Естественно Сам Сам Кит Был Примерно 5-6 Часов Назад То есть Это Уже Считайте Остатки Белой Славы Я Сверну Пожалуй С Супер Людной Улицы И Что Обещал Вам Рассказать О проекте Об Идеи Проекта В принципе Сейчас Я это Сделаю Но Перед тем Как Об этом Рассказывать Я Вначале Покажу Музей Парадокса Который Впереди Отсюда Не знаю Насколько Повидно Стоит Сделать Вот так Очень Необычное Место К сожалению Не посещал Еще Но Мне Были Рекомендации От Друзей О том Что Нужно Его Посетить Я Когда Нибудь Обязательно Сделаю Как Можно Видеть Отсюда Ничем Не Примечателен Кроме Как Кусочками Пазлов Итак Кажется Очень много Деревьев И пыльцы Сейчас Я буду Чухать Мне нужно Привыкать К стабилизатору К тому Что Время Реакции Секунда Полторы И нужно Все делать Заради Так В общем Прошу Сразу То Что Сейчас Я Расскажу Комментировать Если У вас Будут Идеи Мысли Если Вам Понравится Эта Идея Или Вам Покажется Что Это Интересно То Пожалуйста Пишите Об этом В комментариях Не потому Что Я хочу Комментариев На Видеохостинг Площадках А потому Что Я действительно Их читаю И мне Интересно Понять Насколько Вообще Вот Такой Задумки Есть Хоть Какая То Перспектива Давайте Так Скажем В общем Идея В следующем Вот Сейчас Непонятно Что происходит На рынке NFT Да Кто-то Говорит Отмечает Что он Продолжает Процветать Кто-то Говорит Что он Упал Кто-то Не понимает Зачем Вообще NFT Нужны Что Какая У них Полезная Функция Вот Я Честно Говоря Тоже Пока Что Очень Мало Кейсов Находил К сожалению Своему Увеличающему Сожалению Полезного Применения NFT Я У меня Есть В голове Как Можно Это Сделать Несколько Идей Вот И Практически Применение В производстве И Вообще В жизни Но Хотя Там Ибо Из NFT Если честно Можно Обойтись Просто Блокчейном Но Это Сейчас Не о том Сейчас Хочу Рассказать О Идеи NFT Проекта Которая У меня Уже Давно Была И Я Ее Уже Протестировал В том Смысле Что Возможность Относительно Простого Ну Как бы Сказать Относительно Простого Все равно Много Ручной Работы Много Очень Работа В целом Предстоит Если Этот Проект Реализовать Но Все равно Полуавтоматического Создания Какого-то Контента Значит Идея NFT Следующая Таблица Менделеева NFT Таблица Менделеева Чтобы Это было Интересно Проиллюстрировано С какими-то Примерами С элементами С какой-то Дополнительной Информацией Возможно Справкой Об элементе В какой-то Человекопонятной Форме Более Понятной Чем Или может быть И не обязательно Более понятной Но в какой-то Другой форме Давайте так скажем Чем традиционная Таблица Менделеева При этом Каждый элемент Оформен Видим своего NFT И вся таблица Естественно Тоже в качестве Одного Большого NFT Ну и естественно Элементов Может быть Не по Несколько Штук Соответственно Таблица Может быть Одна Или их Тоже Может быть Несколько В общем Идея Такого Арт-проекта В котором Ну Научпоп Скажем так Проекта Да С С С Щепоткой Арт Щепоткой Сайенс Или С Щепоткой Арт Как Как получится Я пока не знаю Это просто Идея То есть Какой-то Конкретных Примеров Ну Пример рендеринга У меня есть Я делал Но Он Скучный Он Просто Можно сказать Он может быть Восприниматься Как немного Стильный Точнее Как Не то что Стильный Но с намеком На то что Он будет Стильный Вот так Скажем Но Пока что Для него Не достает Какой-то Ценности То есть Да Можно Просто Таблица Менделеева В виде NFT Это неинтересно То есть Хочется Иметь Дополнительную Ценность В виде Иллюстрации В виде Описаний В виде Дополнительной Какой-то Информации Чтобы это Было Реально Практически Полезно И Таким Образом Одновременно Мы как бы Продвигаем Немножечко Можно сказать Заинтересованность Наукой В массы Мы Продвигаем Крипту Мы Продвигаем Науку И Мы Продвигаем Арт То есть Мы Делаем Сразу Несколько Вещей И Это Не Просто Арт Ради Арта Знаете Как Очень Часто Делают Вот Кстати Замечательный Магазин Настольных Игр Outland Слева Который Я иногда Захожу И Сейчас Он закрыт Похоже Вот То есть Такая Вот Идея Какой-то Конкретики Пока Не могу Показать Тем более Это будет Не Не Монтированное Видео Это будет Просто Так Нам Нужно Пойти В Торун Тойна Я хочу Пойти В Торун Тойна Вот Это Будет Просто Я пока В общем Не знаю Что Это Будет Я Пока Не знаю Как Это Будет Выполнено Но Я Приблизительно Представляю И Есть Желание Попробовать Это Сделать Было Либо Вам Интересно Вот Представим Ситуацию При которой У вас Нет Необходимости В Дополон Вы Иногда Покупаете NFT И У вас Допустим Есть Свободные Условные 500 Баксов Например И Вот Вам Попался Б Такой Проект На Сайте Которого Вы Нашли Информацию Об Этих Элементах Вы Нашли Информацию О Проекте Вы Нашли Какую Методологическую Дропедеологическую Подоплеку В Перспективе Такой Проект Можно Было Посвятить Именно Продвижению Науки То есть Не ограничиваться Таблицами Менделеева Либо же Сделать Несколько Разных Таблиц Либо Какую-то Другую Полезную Информацию Либо Заняться Инфографикой Потому что В научных Кругах Как вы Наверное Знаете И видели Очень часто Есть Очень классные Плакаты С большим Количеством Информации Ценные Интересные Полезные Информации Но Сделанных Настолько Сурово И Топорно И Неинтересно Что Я понимаю Конечно Что это сделано Учеными Которые Очень часто Не имеют Какого-то Не знаю Не то чтобы Вкуса Но Какого-то Понимания Вкуса Что ли Вот И Это часто Несет Практическую Ценность Для них И это Нормально Но все-таки Почему бы Не нести Практическую Ценность В те же Самые Моменты Времени Когда мы Можем с этой Практической Ценности Еще и Иметь Эстетическую Эстетическую Кайф То есть Даже в таком Случай Даже если этот Условный Плакат Человек Не может Полностью Понять И использовать В практических Целях То он Ему Может быть Интересен Просто В эстетических Что нельзя Сделать Такую Работу Конечно же Можно Более того Я видел Многих Ютуберов Которые Очень Классно Иллюстрируют В виде видеоролика Что еще сложнее На самом-то деле Чем плакат В виде видеоролика Очень разные Сложные Научные Концепции Эти научные Концепции Они Легче их Понимать Смотря Этот контент Впитывая этот Контент Реально Это помогает И Почему бы Так не сделать То есть Я Не вижу В этом Какой-то Большой Проблемы Да Это Челлендж Для художников Это Челлендж Для Маркетинга Но В принципе Кстати у меня есть Полностью Команда Для этого проекта Всех Кроме Маркетологов Поэтому Если вдруг У вас есть Команда Маркетологов Которые умеют Хорошо продвигать И такие Интересные Идеи Как Подобный Проект Пожалуйста Написите мне В личку Через мой Сайт Sxai.ru Sx3ai.ru Либо Через В телегу Мне Fake Snowden Fake Snowden Это мой ник В телеграме Либо Facebook Опять же Sx3ai Мой ник В фейсбуке Мой ник На многих Других Плосятках В принципе Везде Кроме Телеграма Практически У меня Ник Security13 Или Sxaiai Вот Было бы Очень круто Если бы Мы нашли Кого-то Кому Интересен Этот проект Сделали Небольшой Прототип Пробный Вариант Тем более Это много Работы Конечно Но Это Все же Мне кажется Стоит Того И Плюсом К этому Проекту Как Финансовой Идеей Выступает Следующее Средства Собранные За счет Продажи Таких NFT Можно С этими Средствами В какой-то Пропорции Делиться С университетами Научными Группами Лабораториями То есть В перспективе Такой проект Мог бы быть Следующим Рабочая Рабочая Группа Нашего Проекта Приезжает К какой-то Компании Фирме Университету Исследовательской Группе Приезжает В гости Исследовательская Группа В подробностях Рассказывает Что она Делает Наша Команда Пытается Перевести Это на Более-менее Понятный Язык Сформулировать Из этого Арт-портфолио И на основе Этого Арт-портфолио Сделать Интересный Графический Продукт Который Представляется Через некий Маркетплейс На нашем Сайте А также Через Ну тут Какие-то Популярные NFT-маркетплейсы Вот Таким образом Как уже сказал Убиваем нескольких Зайцев Имеем Ценность для NFT Имеем Ценность для Науки Имеем Ценность для Людей И интерес Для людей И В том числе Даже бы Я бы Рекомендовал Эти NFT К печати И изданию То есть Рекомендовал бы Возможно В такой Опять же Далекая Большая Сложная Перспектива Но Все же Возможное Это Запартнериться С типографией Запартнериться Особенно с сетью типографии В мире Которая могла бы По заказу Просто печатать Эти Для человека Печатать эти Замечательные Таблицы И делать Возможно Даже Ну Устроить Взаимообмен Какой-то С теми же Самыми Рабочими Группами Вот Потому что Очень много Крутых ученых И рабочих групп Которые делают Очень классные Интересные Нужные Полезные Вещи Например Иногда Им может Не хватать Ресурсов Иногда У них Все есть Но Иногда Им не хватает Известности Иногда Им не хватает Донесения Продукта До массы Иногда Им не хватает Контактов Все эти вопросы Можно было бы Закрыть Путем Коммуникации Этих Создателей Какой-то Научной Мысли С Простыми Людьми У которых Есть Эти Знакомства Связи Эти Возможности Те же самые Типографии И так далее И тому подобное В общем Я могу На эту На эту Тему Рассуждать Очень долго Вот И Могу Практически Бесконечно Рассуждать Но все же Основная Моя мысль Меня просили Не делать длинные Видео У меня уже 23 минуты Видео Основная Моя мысль Пожалуйста Напишите Комментарий Если вы дослушали Из этого места Если вам не было Супер Скучно Пока я вам Это все Рассказывал Пожалуйста Ставьте Комментарий С тем Первое Было ли бы вам Это интересно Второе Участвовали ли бы В этом И как бы вы Участвовали в этом И третье Если у вас Какие-то Предложения И идеи По этому поводу Вот эти три вещи Если бы вы могли Написать в комментариях Или какую-то Из этих вещей Или несколько Вот какие-то Ваши мысли Было бы Очень круто Потому что Я понимаю У меня небольшое Небольшое сообщество И однозначно Даже если Будет полная тишина Это не будет Знать Что идея Плохая Или провальная Или может быть Я не прав И она не интересная Но все-таки Если было бы Условно говоря Три-четыре Комментария О том Что Эта идея Интересная То хотя бы Была бы Знаете Мотивация Какая-то Первоочередная Мотивация Больше всего Для себя Для самой команды Вообще О том Чтобы этот проект Делать Делать не на уровне Прототипов Да А именно Делать уже Прям взять и заняться Этим проектом Серьезно Собрать команду Вот То есть Естественно Это на данный момент Все равно Это такой Сайт Проджект Да Это не какой-то Прям Жизненно образующий Но все же Он мог бы стать И важным И серьезным Проектом В том случае Если бы От людей Был получен Фидбэк О том Что это интересно А затем Еще этот фидбэк Реализовался В виде Какой-то Конкретики Да То есть Каких-то Продаж Каких-то Донатов Какого-то Движения Вот В общем Жду от вас Комментариев И Надеюсь Что вам было Интересно Послушать Посмотреть Погулять Со мной По Осло В Этот Замечательный Солнечный День Опять же Касательно Отвлекаюсь От проекта Касательно Самого Видео Если вам Нравится Формат И Если у вас Есть какие-то Вопросы По Осло По Норвегии По Жизни Здесь О самом Видео О чем Пишите Потому что Это Мотивирует Меня На то Чтобы Собирать Темы Для Видео И Эти Темы Потом В видео Озвучивать Рассказывать Вам И Скажем Это Контент Создан Для Вас По Вашим Просьбам И Если Вас Интересует Какой-то Важный Вопрос Есть Достаточно Большая Вероятность Того Что Он Будет Интересен Не Только Вам И В этом Случае Мне кажется Что Он Достоин Создания Видео И Это Видео Люди Будут Смотреть И Получать Ценную Для них Информацию В общем Спасибо Что Были Со Мной Надеюсь Как обычно Что Было Полезно И Интересно И Также Увидимся В следующем Выпуске Не знаю Когда Но Обязательно Увидимся Пока-пока Субтитры Наверное, еще интересным комментарием будет отметить, что каким-то образом Сла Коммуна умудрилась вместить на улице Осло кучу, просто десятки аттракционов, которые очень странные, но сейчас очень странные. Повсюду, в Грёдланде, в общем, очень много детей, просто курсу народу, улицы перекрыты, народ гуляет, и вот вам второй продукт, так сказать, кусочки. Еще кусочки... Я не знаю, буду ли я подшивать этот кусок к тому, поскольку, но если вдруг да, то у вас будет более полное представление о том, что происходит 17 мая, 22-го года. Ух-ху! 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 Ух-ху!